всем привет с вами игорь из майами извините голос уже очень севший потому что у нас сколько не знаю где-то часов 12 ночи сегодня раньше закончил работу на работе не покажу вот решил приготовить что-то покушать нарыл себя креветки были и я сделаю еще и шумфу к ним в чем сегодня хотел рассказать очень что-то мне эта тема зацепила потому что многие кричат и уже хотя бы хотя начинал уже об этом рассказывать как она не полностью открыл эту тему алкоголизм и наркотиках сколько в этом не говорили что сколько может не об этом не доказывали что наши славяне или не знаю допустим русские белорусы украинцы пьют больше всего в мире я хочу это опровергать потому что я работаю в ресторане ночную смену когда приходят люди пить пьют каждый день как бы интеллигенты не интеллигенты пьют все как бы встал вопрос почему пьете пьют потому что все так тяжело здесь а вот придя на не в бар они очень-очень расслабляются алкоголем разница между нашими и американцами допустим американцы пьет просто дорогую дорогие напитки другой алкоголь они пьют ту же самую водку и очень больших количествах но но пьет хорошую водку вот которая ну какое отличие пьют как бы у нас у нас да у нас пьет молодежь очень много молодежи которая пьет здесь допустим 22 года ты не можешь пить но но потом люди как срывается с цепи может часто видели фильмах жду они вот когда наступит 21 и все они могут пить 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 здесь очень много рекламы у нас как бы рекламу запретили насчет дорогой здесь очень много рекламы алкоголь очень каждый спорт спонсируется алкоголем пиво пиво диспет пила пива пиво поэтому очень много него и вот на счет этого я очень хочу спорить то что все впечатiego что славяне пьют безбожно безбожно. Да, наши пьют люди очень много, но здесь, мне кажется, это проблема, но никто не обращает внимания на это. Никто. Это очень большие деньги, как и везде. И это все касается так же само и наркотиков. У нас здесь наркотики достать проще простого. Честно, проще простого достать наркотики и вот объявлять это начинают марихуаны, заканчивая героином. И все об этом знают, так же самое взять, допустим, ресторан, где я. Ну, у нас всегда полиция есть внутри, а за углом, так вот за рестораном всегда курят марихуану, кто что нюхает. И это вообще один из самых, ну, как бы, лучший район. Ну, как бы, ладно, скажем по-другому. Это есть плохие районы. Я работаю и живу в хорошем районе. Ну, вот. И это все происходит под носом полиции. И они так же само об этом знают, но это те же самые деньги. Они с этого тоже имеют очень много. Я не знаю, кто меня там сейчас смотрит, что будет говорить, но все это коррумпированное. Так же самое про нас. Но где есть законы, и если их правильно все не обходят, ты хорошо живешь. Я насчет этого жаловаться не буду у нас. У нас с этим чуть проблема в Украине, потому что если ты при кормушке, ты имеешь все. Если ты не при кормушке, если ты не при кормушке, так у тебя нет ничего. Ну, здесь чуть по-другому. Если ты чуть-чуть что-то умеешь, хотя бы и хочешь что-то делать, ты будешь иметь деньги зарабатывать. И можешь зарабатывать приличные деньги, чтобы тебе хватало на жизнь. Так что все в ваших руках. Ну, это я чуть отошел от темы. У нас тема алкоголизма. И здесь, допустим, алкоголизм, еще потом наркотики, это и табак. Сейчас очень моду вошло электронные сигареты. По последним данным все, что переходит с простых сигарет на электронные сигареты. Но никто не говорит о том, что по последним данным уже доказано, что электронные сигареты вызывают быстрее рак, чем простые сигареты. Вызывает это не именно никотин, не глицерин, который входит в состав, а именно сами вкусовые добавки, которые туда добавляют. Вот именно вкусовые добавки никто не проверяет. Никотин будет проверять, глицерин тут проверят, а эти добавки увы не проверяют. Так что мой совет, будьте с этим осторожнее и лучше вообще бросайте курить. Да. Я курил очень много. Очень много и очень долго. Лет 10 это. Да. Блин, так время летит. Время летит. Я даже никогда не думал, что я буду в Америке. Все таки интересно. Так вот. И так, сейчас я достану уже яйца. И так же само табак. Табак здесь продают и вот так же само в очень больших количествах. То же самое вот, допустим, у нас. Я буду сравнивать просто с Украиной, потому что очень много людей как бы умирает от рака. От рака от курения, да. Но никто не ведет статистику и не говорит, сколько людей от рака умирает в Америке. Я цифры не буду называть, но сколько вот у меня знакомых вот сейчас. У троих умерла. Умерли два матери. У всех умерли от рака. Одна из них умерла из-за курения, потому что отдала на сердце. И вот она и умерла. Ну, это уже, это был ее выбор, потому что ей первый раз сделали операцию и ей запретили вообще курить это все. И она курила одновременно. И такие сигареты, и электронные сигареты, и пластыри себе клеила. Ну, здесь просто бам-бам очень будет протечать мозги насчет этого. Здесь, вот, допустим, алкоголь. Он доступный, и тебе всегда хочется его попробовать. Я не пью, но я вообще служу по другим людям. Он доступный, он вообще дешевый. И из-за этого люди пьют. У нас что? Ну, здесь дешевый и хороший алкоголь. У нас что пьют люди? Плохую водку. От этого тоже умирает, потому что интоксикация идет. И все. А пьют тоже? Ну да, в больших количествах. Не буду врать. Очень много примеров у меня есть. Пьют очень большое количество. Так что, это я не знаю, это было не... Ну, хотя кусочек Америки было. Как бы не об Америке. Я просто хочу вам посоветовать. Знаете, здесь много очень так же самых людей, которые наслаждаются жизнью. Они ведут здоровый образ жизни. Я не буду говорить, что это всегда спорт, там, пробежки, правильное питание. Нет, просто не употреблять всякую дрянь внутрь. Мой совет. Хотите насладиться полностью этой жизнью, побывать много где хотите, следите вот просто за здоровьем. Не пейте и не курите. Ай, это такое было, не знаю, вступление от вступления, у меня тут уже еда почти готова. А тем, кто хочет в Америку, в Америку, ну или вообще куда-то уехать. Если вы уже думаете куда-то уехать, конечно, вас уже не устраивает ваша страна. Вы ищете, хотите найти что-то лучшее. По правилам вы ничего лучше не найдете. Но именно вот этот период, когда вы будете искать, вы переедете, это все, это новые какие-то эмоции. Вот это вот и жизнь есть. Вы никогда не найдете того, чего вы хотите. И даже когда вы что-то обретаете, вот все, вот оно у вас есть, потом понимаете, что это просто какое-то мгновение чего-то. И вы понимаете, что вам чего-то снова не хватает. Так что живите именно сейчас. И если решились куда-то ехать, едьте. Это путешествие. Это путешествие в вашей жизни. Вновые изменения. И поверьте, если у вас есть голова на плечах, вы никогда не потеряете. В том плане, что, может вы думаете, что... Вы там останетесь бомжевать, ла-ла-ла. Это я уже так утрирую все. Но... Эй, если у вас есть мечта, идите к этой мечте. Потому что время летит очень быстро. А кто собрался из туда ехать, пишите. Номер у меня есть, поэтому звоните. Помогу, расскажу вам. Так что так. Ну все, на этом, может, мне кажется, и ни о чем было. Может, о Майами как бы ни о чем не рассказал. Но... Может, что-то полезное кому-то было. Знаете, я верю во все и во всех. У каждого есть силы. И... Каждый строит вот вершитель своей судьбы. Так что... Вот так вот кулаки сжали. Не дерзайте. Вам это вот дастся. До велосипед. На самомсяте аль Pina. Помогу, Ило.